Очередной совместный рейд по обнаружению теневой зарплаты на предприятиях и в организациях республики провели сотрудники налоговых органов и прокуратуры. Сегодня они проверили деятельность двух работодателей в Цивильском районе. В текущем году за 8 месяцев налоговые органы проверили более 2000 налогоплательщиков. Самая часто используемая схема, когда недбросовестный работодатель предоставляет сведения о неправдоподобной низкой зарплате, либо не заключается работникам официальный трудовой договор. В 70% случаев нарушения законодательства подтвердились, а бизнесмены вынуждены были устранить их. В результате проведенной работы 630 работодателей заключили трудовые договора со своими работниками, либо повысили заработную плату своим работникам, то есть легализовали налоговую базу по налогу на доходы физических лиц. 70 физических лиц зарегистрировались в качестве индивидуальных предпринимателей. В ходе сегодняшнего рейда в Цивильске были проверены автомойка и авторемонтная мастерская с магазином. На момент обследования работают два человека, трудовые договора отсутствуют. На момент работы, на момент проверки, например, два-три дня человек только что взяли, не успели еще оформить, но это все стадия оформления. В этом случае работодатель обещал в ближайшее время исправить все допущенные нарушения. Во втором случае проверка прошла без хозяина автомойки. На все вопросы отвечал нанятый работник. Обнаружено, что работодатели у нас не заключают трудовые отношения с работниками. Соответственно, мы рекомендуем в ближайшее время данным работодателям заключить трудовые отношения с работниками, представить расчеты 6 НДФЛ налоговый орган и уплатить налог на доходы физических лиц в качестве налогового агента. Все же в первую очередь в этих случаях страдает сам работник. Суммы серой зарплаты не будут участвовать в формировании пенсии. Возможность получить налоговые вычеты за приобретение жилья, обучение, медицинские услуги, взять кредит будет ограничена официальной заработной платой. Кроме того, необходимо помнить, все выплаты социального характера начисляются только на основании белой зарплаты. Родион Архипов, Сергей Айдушкин, Республика.